Девчонки, всем доброе утро. У меня тут какой-то неэстетичный вид, но какой есть. Сегодня вообще очень все сумбурно. Сегодня у нас 13 июля. Я решила поснимать день из жизни. Сейчас ровно 10 утра. У нас только начинается утро. Я готовлю завтрак. Там яичница с хлебом. Я не могу вам открыть, показать, потому что у меня в другой руке. Вот Вика. Сегодня у нас ночью был обстрел. Мы вот только недавно встали, потому что полночи не спали. Я ожидала этого, потому что я вчера ложилась спать поздно. И там была в телеграм-каналах информация о тревогах. Я знала, что я проснусь от взрывов, потому что была информация о том, что дроны летят на Киев. Вот. И ночью проснулись. Взрыва сильного. У нас тут прямо в районе недалеко попали осколки дрона в дом. Богдан испугался. Женя вообще спать не ложился. Он работал. И тут этот еще обстрел. У него сдача проекта. Он работал в 2 часа ночи. Вика уделала мне ночью 2 раза всю свою одежду и матрас. Ну, потом оставшиеся после отбоя час ночи мы поспали. Хорошо, что до 9 часов. Вот сейчас 10 часов. Будем завтракать. У нас уже 11 утра. Женя ушел на работу. Загрузила стирку детскую, которую Вика уделала за ночь. И буду сейчас отпускать ее на коврик. Гулять-то я после еды ее посадила в автоколюльку. Иначе она сразу перевернется на живот и срыгнет. А я буду заниматься домашними делами. Сейчас у нас уже начало первого дня. Я положила Вику спать. Налила себе такую кружку кофе с мороженым. Дотаивает пломбир обычный белый. И буду сейчас добывать молоко. Я все еще добываю молоко. У меня, правда, уже получается немного. Один или два раза в день покормить. Не знаю, есть ли в этом смысл. Но я еще продолжаю все-таки добывать какое-то молочко. И могу иногда дать так естественным образом. Но когда ребенок постоянно ест из бутылочек, из сосок. У него как бы этот процесс немного уже неестественный. И она очень сильно кусается. У нее два нижних зуба прорезались. Пока еще два только нижних есть. Я могу давать. А когда будет два верхних, не знаю, попробую. Пока Вика спит, навожу здесь порядок. Буду сегодня выбрасывать пустые баклажки от средств для мытья посуды. Перед этим покажу их вам. Это, кстати, средства, которые я чаще всего покупаю. Ну, если захожу в простор. Гланцен. Это написано, что производится в Германии по заказу украинского заказчика. Неплохие мне нравятся. Это я покупала в мягкой упаковке в АТБ. По-моему, какое-то было бюджетное средство. Тоже неплохое. Это когда я прошу Женю купить средства для мытья посуды. Он покупает, не думая о фейре. Но я как-то раз попросила его купить что-то другое. Он мне из эпицентра привез вот такую огромную баклажку средства. Это украинский производитель. Что странно, что здесь написано, что подходит для мытья в посудомоечных машинах. Я не пробовала, но так написано. Не знаю, как на практике. Это средство было хорошее, такое кремовое. Но оно не может быть рекомендовано, потому что у этого тюбика не работал пульверизатор. И мне приходилось просто наливать из бутылки, откручивая. Это фея Эхо. Я покупала в АТБ, по-моему, тоже такой вот белый кремовый. И здесь у меня штабеля пустых бутылок от средств для мытья детской посуды. Самое мое любимое это Аленка. Вот одинаковые такие. Тут, по-моему, с ионами серебра или что-то написано вроде этого. И разными экстрактами. Вот у меня 4 одинаковых бутылочки. Там еще стоит незакончившаяся. Это сатин я покупала в АТБ. Если не могу попасть в другие магазины, покупаю сатин порошок. Сатин средство для мытья посуды. Тоже неплохое, но больше нравится Аленка. Так, вот эти вот баночки отправляю на выброс. Также средство для мытья пола у меня закончилось. Это было Сенсуа. Производитель, я так поняла, довольно-таки популярный. Голд Дроп Украина. Для мытья пола у меня закончился. И сейчас я пользуюсь вот таким вот от своей линии. Это, соответственно, в АТБ я покупала Рио. Для стен и пола. Какой-то лавандовый, но тоже нормальный. Только этикетка облазит. И неопрятно выглядит. Ополаскиватели для белья закончились. Это мой любимый Китс Эссенс. Я покупаю в Алмарте. Не знаю, где еще есть. Очень классный для детского белья ополаскиватель. И я с удовольствием пользуюсь просто при стирке и взрослых вещей. Он очень-очень мне нравится. Производит тоже Голд Дроп Украина. Чего не скажешь про Саввекс. Это какой-то популярный концерн, который продается в том числе и в России. Это я купила в АТБ, потому что был доступ только в АТБ. А там ничего такого интересного нет. Кроме Ленор, Силан, Саввекс я не видела. Стиральные порошки детские. Это моя любимая Аленка для новорожденных. Вот такой вот покупаю по 2 килограмма. Производитель тоже Украина. Это наш отечественный. Вообще Аленка неплохие средства. И вот такой вот Тео Бэйбы покупала. Это в АТБ порошок. Там Аленки нет, ничего нет. Только сатин и Тео Бэйбы я видела. Ну, неплохой. Неплохой, но Аленка мне нравится больше. Для взрослых это такой порошок закончился. Это мы с мужем покупали в Эпицентре. Немецкий производитель. Несколько раз покупали. Тоже неплохие. И здесь вот сейчас в обиходе наше любимое для стирки. Это какой-то порошок, который тоже покупали в Эпицентре. Я такие раньше не видела до войны. Но вот сейчас вот очень много продается. Это тоже какой-то вот такой вот. И моя любимая Аленка. Тоже здесь порошок. Он полностью, кстати, белый. Без всяких там гранул. Это то, что из любимого. А здесь у нас то, что не из любимого. Это Тайт. Тоже стараемся не покупать по понятным причинам. Но делали закупки в Метро. И нужен был порошок. А там вообще выбора никакого нет. Только Реалисли, Силан, Ленор, Тайт. И туда же Ленор детский тоже. Заканчивается уже. Здесь еще два средства у меня для удаления накипи. Про вот это средство. Турбочист. Это украинский производитель. Кстати, тоже группа компании Сирена. Но я снимала видео когда-то про бытовую химию. Про уборку. Это средство, которое предназначено для ржавчины и водного. Вот этого налета известкового. Оно абсолютно не годится для хромированных кранов с хромированной поверхностью. Только, наверное, для вот таких вот старого образца. И для нержавеющих поверхностей типа раковин. Потому что здесь содержится кислота, как потом оказалось. Я об этом не знала. И испортила кран в ванной. Я тоже снимала в этом видео. Это я потом уже погуглила, почитала. Всегда нужно смотреть для таких кранов, чтобы не было кислоты. И я так и сделала. Купила вот такое вот потом средство в просторе. Dual Power, кстати. Оно немного дороже, чем вот этот турбочист. Но стоит где-то около 150 гривен. Стоило. Как сейчас не знаю. Но оно без кислоты. Оно не разъедает поверхность. И оно хорошо очень очищает от известкового налета поверхности. И еще стекло. Стеклянный умывальник в ванной я мою. Все. Раскламление упаковок бытовой химии закончено. Мы с Богданом вышли на улицу. Сейчас, правда, самый санцепек. Пошли вот тут, через площадку. Мы едем сейчас в простор. Богдан везет коляску. Я везу его самокат. Вообще-то я на нем еду. Но мне неудобно снимать и везти самокат. Поэтому сейчас так. Мне надо там купить косметику, памперсы, подгузники посмотреть. А Богдан потом едет в... Куда ты едешь? Короче, в тканыны, швейна, фурнитура. Там ему треба купить нашивки на пояс с хортинга. Зараз мы покажем вам нашего пупырышечка. Боля, ну чекай. Там наш Викусик лежит в колясочке, да? Вот такой. Там солнышко светит. Ну ладно, поехали. Закрывай. То Богдан мне помогает, он побудет возле простора с коляской. А я пойду в магазин. Субтитры сделал DimaTorzok Купила вот такие трусики. Идем запирать Богдана. Он там в дворике, в тенечке. Это, по-моему, самые дорогие из всех трусиков, которые там были. В просторе. Так, чем они тут занимаются? Бабушка уже как-то замолаживает. Нашовай тут. О! Смотришь на собачку, да? Собачка. Там собачка. Я бабушка-то смотрела, когда увидела, что ты снимаешь. Страшно бабушке стало. Что я снимаю? Кошмар. Как жить теперь? Викусик, ты что там облазаешь? Да, все мокро. Все облазало колясочку. Да. Так, давай мы будем паковать. Ну да. Зараз будем паковать это все. Ты маленький, ты такой холёй. Ты удаленький. Ты удаленький. Ты маленький. Это вот такой. Укуси его, укуси, да? Что, будем ехать? Это еще пакетик у меня с косметикой. Да, Викусик? Купила тут средства для мытья посуду. Будешь мыть посуд. Да? Ты будешь мыть посуд, да? Да. Зараз мы поедем додому, будем мить пляшечки. У нас там куча пляшечок. А братик поедет куплять ленточку, тюсьму. Ой, обережно, ты по квитам, Богдан. Ооо, какой я плохой. В смысле, какой ты плохой. Двери тут висаживают квіти. Перестань йорничать. Ой, смотри. Ты что? Может, это я когда буду ехать, сниму видео. Ты тоже его ставишь в видео. А что ты будешь снимать? Типа, от лица Богдана. И, типа, Богдан ездит там. Как я еду, там некоторые моменты буду снимать. Потому что по дороге. Хорошо, снимешь reality show, как ты ездишь. Сегодня не очень жарко. И можно в день выйти. Потому что были такие дни на минулую неделю, что ледь выйдешь на улицу в день взагалі неможливо. Да, по перешечку. Ты теперь так ездишь в колясочці. Ты теперь так ездишь в колясочці. И на животику, и навпаки лежишь. Потому что тут лучше видно, скажи все. Деякие дети взагалі не хочут ездить в колясках. Но, сподіваюсь, нас это не торкнется, такая проблема. Ты куди поедешь? Ну, с какой дорогой? Ну, по дороге. Ну, добре. Давай. Пока-пока. Пока. Все. Мы тоже поедем домой, да? Мы тоже поедем. Мы тоже поедем. Мы тоже поедем. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы покажем вам, что мы купили Да, что мы купили в просторе Так, подгузники, трусы вы видели Дальше что я купила Вот такой шампунь Это стал мой один из любимых Покупаю уже не помню какой раз Украинский производитель Бессульфатный шампунь С органовым маслом Вот такое средство для мытья детской посуды Попробовать Там была Аленка, но я решила купить что-то Попробовать новенькое Клякса Бальзам для мытья детской посуды Средство для мытья взрослой посуды Гланцин Вот такой вот купила бальзам Кремовый Еще купила для волос маску Вот такой вот понтин Кератин Попробую такую маску Бика у нас спит сейчас Но она уже давно спит Сейчас 18.00 Богдан поехал на тренировку У них сегодня кросс А я готовлю ужин Точнее только начала его готовить Здесь варю в мультиварке булгур Сейчас буду включать И наведу здесь порядок на кухне И буду готовить куриное филе Вика уже проснулась Вот я ее тут держу Поставила в воду греться Для смеси И буду сейчас жарить курицу Филе Булгур я уже приготовила И замариновала курицу Точнее не замариновала А соевым соусом Полила, перемешала У меня тут остатки Какого-то соевого соуса были И приправу куриную Лук порезала Сейчас буду жарить курицу Вообще я еще хочу Идти погулять Но я не знаю Успею, не успею 7 часов Жарю курицу Под аккомпанемент Все, мясо у меня готово Булгур тоже готов Можно выключать свет И готовиться Готовиться идти На улицу Ты что там сидишь Твой корм не там Да? Мы такие выбрались на улицу Сейчас около 8 часов вечера Мы с Викой едем в АТБ Купим там некоторые продукты Хочу грибов маринованных купить Мороженого Отдадим Богдану И пойдем дальше гулять А Богдан домой пойдет Видимо в приставку Играть будет Вот как раз Богдана встретили Что там ваш кросс? Ничего, подъехали Там подъехали Укражнения в парах Мы тоди поехали в АТБ А ты побудешь Чему же с нам исходишь? Не? Ну доброе, ладно Тоди застрянемся в дворе Все, ладно, давай Пока Поехали, Викусик Вечером тоже такая приятная погода Не жарко, не холодно вообще Мы с Женей повадились каждый вечер Есть мороженое И смотрим сериалы Когда получается Ну там или каждый день Или через день Сейчас смотрим такой интересный сериал Называется The Fall Падение Или как-то так С Джиллен Андерсон Так интересно Детективные истории О расследовании Убийства маньяка И суть в том, что Там Джиллен Андерсон Которая играла Дану Скалли В фильме X-Files И она в молодости Своей играла Не детектива А как это? Следователя И в этом сериале И тоже играет Следователя Выглядит, кстати Вообще я не думала Что она сейчас так выглядит И она играет следователя Но она выступает В таком совсем другом Амплуа Ну как-то вот Абсолютно не такой Как она была В X-Files Мы вообще С огромным интересом Смотрим этот сериал И очень интересно Наблюдать за сюжетной линией И за Даной Не Даной Скалли А Джиллен Андерсон Прикольно Классный сериал Все Я уже отдала Продукты Богдану Сейчас едем гулять К озеру Может пройдемся Если дойдем туда Если не раскричится Покажу вам Озеро Может спать Попробую уложить Вечером иногда Бывает проблематично Домантично Еще буду тебя Спадки укладывать Кто тут капризничает Наш второй зеленый дворик Хотела показать Обезвреживание Обезвреживание Младенцев Ноющих Засыпает 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 Ура-ура Подъезжаем к пункту назначения Ваш пункт назначения Слева Вот я подхожу К местному оазису Это единственное Что можно Выдать В плане Природных мест Именно в микрорайоне Вблизи дома Озерцу И все Я Каждый вечер Сюда прихожу Конечная точка дня Сейчас я вам покажу Вот видите Как тут Символично Колючая проволока И зелень за ней Вот там вот озерцо Такая вот Зеленушка И вода Ничего особенного Как говорится Мелочь А приятно Все Девчонки И мальчишки Я думаю Уже сегодня Ничего Интересного Особо не будет К пункту назначения Мы прибыли Я вот так вот Здесь отдыхаю Там сзади меня Какая-то Развалюха Стоит Сегодня Даже Получилось Снять Именно День из жизни А не нарезка Каких-то Видеофайликов Немного Отвлеклась Сегодня Съемка Видео После тревожной Ночью Я надеюсь Сегодня Будет какой-то Покой Потому что Ночью В общем Ничего веселого Не было Как вы поняли Ладно Не будем О грустном А и так О нем Постоянно Вот так 21 час Заканчиваю Наш с вами Точнее Не наш с вами А мой Дневной Влог Всем спасибо Огромное За внимание Всем до Скорых встреч В новых Видео Всем пока-пока Продолжение следует... Редактор субтитров Редактор субтитров